Я вообще тебя до Дудя не знал, а вот тут посмотрел. Юра подарил мне путевку в жизнь. Вот что? 800 баксов я отдал за куртку. И батя первый раз мне тогда такой бамс по печени. Я к этому званию народный комик себя не привязываю. Поверьте мне, человеку, который проигрывал девушкам и детям. Вася, Коля, вписка, вписка. Всем привет! Вы в передаче «Пока все дома» для зумеров. Сейчас я покажу, что у меня есть. Здесь есть и Asics, и New Balance, и Sokani, чуть-чуть Nike. Это прям вся твоя коллекция? Нет, 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 вообще не вся. Вот это уже больше похоже на коллекцию. Здесь как бы в основном несколько. То есть есть здесь Air Jordan, есть Dunkey, есть Dunkey из Bishon, есть просто Dunkey и вот Air Jordan. Самая дорогая — это Тревисы, конечно. Тревисы, Тревисы, Тревисы. Тревис Скотт, значит, выпускает кроссовки совместно с Nike. И это самая дорогая пара, да. Что отдал за нее? Блин, ну это даже не по-христиански, наверное, будет. Я вот ее купил и думал, что буду счастлив. А что-то купил, и вот они есть. Ну есть и есть. Не по-христиански 200, сколько? 300? Ну не-не-не, по-моему, 150. Это все не есть хорошо. Это сверхпотребление. Это сверхпотребление, это все отклонение. Я уже остановился, мне кажется. Ну так, по чуть-чуть, притормозил. Вот я на это смотрю и такой, это я что вообще, блин, натворил? Это куда мне? Ну это комплексы. А знаешь, чем еще, кстати, интересы всех комплексов? В том, что ты такой, у меня есть дыра комплексов, и я вот сейчас возьму вот этой стеной, эту дыру закрою. А проблема комплекса, что эти комплексы как вселенные расширяются. То есть я вроде как закрыл, а комплексы стали больше, как будто бы. Я такой, не хватает. У меня всегда была потребность в каком-то внешнем виде. Это же все тоже говорит о какой-то внутренней неуверенности. Что ты надеваешь на себя что-то, и так ты более-менее чувствуешь себя уверенным. Тебе так кажется, по крайней мере, ты такое чувство себе покупаешь. Я долго-долго не мог себе позволить. А потом, когда смог, вот. Ну и чего, блядь, толку-то? Только все друзья приходят и говорят, что я долбоёк. Самая импульсивная покупка, которую ты совершал в жизни? Это, короче, куртка, которую мы купили с Настей в Стамбуле. Настя! Настя! Мася, чего ты, девочка, чего такое? А за сколько, за 800 долларов, да, мы купили эту куртку? Да. 800 баксов, это вообще… Это мы еще торговали. Да, это вообще не стоит 800 баксов. Вообще, ни при каких нахрен обстоятельствах. Это пример куртку, это Турция, производство не Китая. Я ее просто надел и такой, и все, и она меня как-то отколдовала, блин. Ну, короче, классная куртка, но не стоит она своих денег вообще… Ну, какие 800 баксов кожаная куртка, ну вы чё? За то, как пахнет кожей, дай понюхай. Да, это прям… Реально, реально, как будто я сейчас прямо на концерте киша. Мы потом зашли в гостиницу, а жарко, и я в ней… Я сижу и такой, что? 800 баксов я отдал за куртку? Я надел шорты, и по номеру в ней ходил, говорю, Настя, я не буду снимать теперь вообще никогда, чтобы она отработала свои 800 баксов. Так, Серёг, это твоя рабочая зона? Это я вот купил во время пандемии, когда делал стримы. Сначала делал на дерьмовый микрофон, потом настримил на него. Что-то там 13 тысяч, что ли, стоило. Микрофон Hyper, да? Да, HyperX. Это рекордер, на котором мы записывали звук во всех супах. То есть я его с собой беру, чаще всего приходится его прятать, потому что люди действительно думают, что это электрошокер. Первое, с чего я начал канал-то, я откупил рекордер, камеру, два микрофона, две стойки для микрофона, наушники, а, ну компьютеры ещё, да, чтобы это монтировать всё. Вот первая камера, которую я купил. Это первая. Нормальная камера, на самом-то деле, у неё такой стабилизатор внутри, смотри. Смотри, какой у неё стабилизатор, то есть у неё здесь прям такая вот эта штучка. А стабилизатор у неё очень крутой. Я на неё писал первые подкасты, а потом я купил у кореша такую же, только повыше классом, чуть-чуть. Туша, перестань кусать мазью. Тоже хочет в подкастеры. Ну и микрофон это купил тоже Toskam, TM80, по-моему, они называются. Многие у меня спрашивали, какие микрофоны брать, я говорю, ну я такие взял, потому что они в среднем, они недорогие и в целом хороший звук дают. Скажи, вот ты сейчас же суперпопулярный стендапер, почему ты не придёшь на какой-нибудь крупный продакшен вроде Medium Quality, где подписаны тоже другие популярные комики в России, и они будут тебе всё делать под ключ? Ну если я к ним приду и всё будут делать за меня, я тогда ничему не научусь. Ну а это плохо, значит я буду стоять на месте, если всё будут делать за меня. Так, если вы хотите делать свой подкаст, то вот ребята и я вот вместе мы собрали два комплекта для создания подкастов, если у вас есть непосредственно бюджет и если у вас бюджет ограничен. Вот, можете пройти и посмотреть, что мы там собрали. Ребята, оба комплекта можно посмотреть по ссылочке в описании. Помните, сначала на Е-каталог, потом уже в магазин. Да, потом вы делаете свой подкаст, он становится успешным, попадает в тренды Ютуба, его смотрят миллионы людей, а потом мы с Калином приходим и вписываемся к вам. Вот примерно так это всё и работает. Небольшой интерактив. Мы тебе называем популярного комика, ты очень кратко и ёмко объясняешь нам, тупым, почему он крут, почему его юмор работает. Я попробую. Сабуров. Он очень, как это называют, смешливый, знаешь, если ты с ним что-то там разгоняешь или что-то пишешь, он, то есть обычно там есть комики, с которыми я собираюсь писать, и я такой, вот у меня есть заход. Я открываю и такой, типа, зачем мыть ванну? Ну, это же ванна, вот такой заход. И он такой, так, и вот мы сидим вот так, а ему там что-то рассказываешь, он что-то рассказывает, ты ему что-то накидываешь, он пиздец, он может прям просто встать, упасть на пол, бить вот так рукой, как он делает ЧБД, только вот просто, то есть это он не для ЧБД делает, он в жизни такой. Ты что-то сказал, он смеётся, и ты где-то в глубине, на подсознании такой, так это ничего себе, это я какой автор, получается, понимаешь, вот такого у многих нету, у меня такого нету, допустим, да? Малой. Малой, Саша. О, малой, малой, крутой, потому что он очень сильно зависит от своих эмоций. Многим не нравится, что он там орёт, допустим, да, там какие-то-то, я слышал такие, что типа вот он только кричит и всё, но на самом деле он не кричит, то есть у него, он настолько эмоциональный человек, что вот он, вот это вот шутки, он будет семь раз в день рассказывать её, и семь раз он будет её вот так вот рассказывать. У него очень сильный такой, знаешь, переходник из эмоций в тебя, то есть этот переходник, он очень такой быстрый, знаешь, как USB-C. Ваня Усович. Ваня же задрот, пиздец. Тут то, как он пишет, это прям, это целая система, то есть у него в голове, скорее всего, как у, знаешь, этих детективов, есть эти красные нитки, и в центре стоит успех, и он, знаешь, так этими нитками, то есть у него всё прям продумано. Мы писали иногда с Ваней, вот, и он такой прям чувак, то есть, ну, за что угодно не хватается, там, за первую попавшуюся шутку, он прям сидит там, всё структурирует и так далее. Такой тип. — Поперечный. — Точно надо отдать должное, что Поперечный очень хорошо расправляется со всем этим гнётом, да, который на него накинулась. — Гнёт тусовки. — Да, ему всё равно вообще, что о нём говорят. Ну, скорее всего, он, конечно, расстраивался, но в какой-то момент просто смирился с этим или перестал ещё об этом думать. Я думаю, что Поперечный ещё крут тем, что он очень профессиональный в плане, вот он единица, то есть он без продакшена, он один, да, и он самый профессиональный из комиков, я считаю, именно в видеопродакшене. То есть вы видели его концерты, как сняты и так далее, это очень круто снято. У него вот этот вот спешл всё-кит, начиная от афиши, да, заканчивая оформлением зала, то есть он, она целостность есть. И это круто. То есть это, это, на самом деле, немаловажный фактор. Все будут говорить о том, что типа, ага, там, шутки, там, шутки. Нет, нет, ну, если ты в индустрии, если ты хочешь бороться за место под солнцем и так далее, внимание видеопродакшена, я считаю, нужно уделять, начиная с того, что вот как только ты начинаешь, типа, записывать свои выступления на камеру, ты должен, ну, участвовать в этих процессах. Иначе ты никогда не научишься быть вот этим чуваком, как модно говорить, шоураннер, да, шоураннер, это же такое, человек, который ответственный за всё. Ещё недавно он мне подарил куртку, поперечный мне прислал куртку, мне она так нравится, я если бы её увидел просто в ЦУМе, вот она висит, и мне бы сказали, что это офф-вайт, я бы такой, сто процентов. Очень круто, то есть, а я пытался, я вот сейчас занимаюсь на стадии того, чтобы напечатать себе просто на футболках, блин, принты, я заебался, я уже 4 или 5 месяцев хожу на эти фабрики, мы нюхаем все эти, это знаешь, как трудно сделать качественную вещь, просто невероятно. Лёха Щербаков. Вот это чё, это же народ в чистом виде, народный комик. Люди любят Щербаков, потому что Щербаков всегда был Щербаковым, и не перестал быть Щербаковым Лёхой. Вот он как был Лёхой, который в метро работал, он же и сейчас Лёха, который работает в метро, я вот сколько с ним там не общаюсь и так далее, он тоже отчасти до сих пор в шоке от того, что с ним происходит. То есть, он там на Мальдивы ездит с семьёй, и он такой, блин, прикинь, на Мальдивах был. Вот ты же тоже народный комик, по большому счёту, и как сохранять в себе это, когда на тебя падают большие деньги? Я не сижу и не думаю, блин, как бы мне остаться народным? Я вообще об этом не думаю. Так у меня, понимаешь, у меня и цели не было такой, когда я этим начал заниматься, типа, вот сейчас стану народным комиком, будет круто. Нет, я просто вот как-то так получилось, люди сказали про народность, я такой, ну, наверное, так и есть, раз они так говорят. Я к этому званию народный комик себя не привязываю в плане денег там или в плане комфорта. Ну, сказать, что это меняет как-то категорически сильно, то есть меняет прям, то есть не было-не было денег, потом они появились, и тут я стал какой-то другой человек. Нет, я до сих пор, допустим, в какую-то гостиницу приезжаю, есть вот эти там бутылочки, я до сих пор ещё могу… С собой забирать. Ну, не забрать, но… уже не забрать, раньше забирал, блин, я эти, блин, раньше забирал. Но всё равно я такой, блин, нихуя себе, блин, бутылочки, тут это чё, это ванна, блин, с панорамным окном, пиздец, это чё я… Каждый раз, когда вижу ванну с панорамным окном, думаю, обязательно, и ни разу ещё. И ни разу ещё я не принимал ванну, смотря в панорамное окно. Тяжело ли комику долго, в течение нескольких лет, удерживаться на пике популярности? Определённо тяжело, потому что, чтобы удерживаться на пике, нужно много производить, нужно много работать, давать туры, концерты, то есть есть туры, давать концерты, записывать концерты, делать какой-то контент и так далее. Но если ты посмотришь, то многим комикам это удаётся, допустим, Соболев, да, уже сколько лет популярный, там, Нурлан, Щербаков, тот же Денис Чужой, допустим, он же тоже своего рода уже давным-давно популярен, и у него есть определённо своя аудитория, которая ходит на него и пиздецки рада всему, что он делает. То есть если ты трудолюбивый, я думаю, что у тебя не возникнет проблем с тем, чтобы удержаться, а даже и наращивать аудиторию. Потому что по факту, по факту-то, если честно, трудолюбивых людей, их сразу видно. Стендап — это не только писать шутки именно в индустрии, то есть понятное дело, что в чистом — это писать шутки и выступать, но вот если ты хочешь охваты, то это ещё и непосредственно общение, знакомство, какого-то рода принятие участия в разного рода проектах и так далее. То есть как раз-таки то, что делает, допустим, Юра. Самое частое, что мне сейчас приходит в директ, это типа «Я вообще тебя до Дудя не знал, а вот тут посмотрел». Я вот сколько выступал, и у меня уже канал был и всё такое, я уже не знал, какую кричать, в какой микрофон, чтобы типа «Подпишитесь, посмотрите». Что здесь у тебя за коллекция? Мои отклонения очередные, что-то постоянно коллекционировать. Вот это лапша, которую я привожу из разных стран и покупаю, соответственно, в разных интересных магазинах. Вот тут есть там с Наруто. Вот это вот, смотри, видишь, это из Дубаев прям. Здесь есть не только типа прикольные, есть прям вообще просто смешная страна. Вот это рамен. Есть даже бешбармак, прикинь. Это я привез из Казахстана, бешбармак. Не готовишь чисто для коллекции? Нет, почему? Что-то подъедаю. Нет, он вообще ничего не дает мне пробовать. Эй! Замечит. Вот и скрылась правда. Не ври, не ври, не ври. Это я выпил после концерта, который в Вегасе было, и мы приехали сюда, и я сказал, выбирай любую. И мы выбрали по лапше себе и ели лапшу после концерта, мы так отметили. Я с Наруто купил. Нет, Наруто бы я тебе не отдал. А ты же говоришь, выбирай любую. Кроме Наруто. Настя, ты одобряешь его страсть коллекционирования лапши и не только лапши? Ну, как бы, чем бы дитя не тешилось. Много тратит. Прям в один день может прийти и там чек на 100 тысяч принести. Я и Насте покупаю. Чуть-чуть, да. Ну что, я всегда тебе что-то привожу. А у вас реально такое развлечение, что вы идете в ЦУМ покупать вещи? Да, это было один раз. Ну, два. После ЧБД, по-моему. Да, после ЧБД я такой, ну все, Настюха. Жизнь. Все, жизнь. Идем в ЦУМ. Мы пошли в ЦУМ и что-то там купили себе. И ушли из ЦУМа с этими пакетами оранжевыми. Если честно, прям хотелось спрятаться. Потому что что-то мне некомфортно было. И мы прям пошли покушать куда-то. И прям с этими пакетами ты идешь как-то вычурно так с этими пакетами из ЦУМа. В артисте, по-моему, ты смеялся над людьми, которые приходят в ЦУМ и покупают какую-то вещь за 150 тысяч. Да, все верно. Но ведь сам стал таким. Поправочка. Мы там не так покупали, что типа чего угодно. Мы там все-таки смотрели на цены и там плюс-минус там проверяли. Но, опять же, да, отчасти так и есть. От этого было еще смешнее, что мы пошли туда и я теперь такой же. Как-то все равно я там себя чувствую не по себе. Там в ЦУМе мы когда ходили, там же Настя подходит и спрашивает у нее, а где там такое-то, такое-то делать? Там продусится ей такая… Нет, она даже не сказала, она просто вот так вот сделала типа. Вот так. Мы такие, а, мы там реально ходим, как эти, знаешь, как будто бы мы на взрослую дискотеку прошмыгнули и с ней ходим там среди взрослых. Мне там однажды в каком-то магазине мы что-то зашли, посмотрели, мне предложили воды, типа принесли воды в стеклянные бутылки. Мне вообще так неловко было, в плане того, что я не понимал, типа я сейчас купить что-то должен, я уже что-то должен, я уже что-то должен. Я забрал эту воду, ничего не купил. И теперь я знаю, что там можно просить воды. Я до сих пор считаю, что то есть, что вещи, сцены, которые там есть, это типа это пиздец, это пиздец. У Насти, кстати, есть свой прокат платьев, вот она его недавно открыла. Если вы женщина и вам нужно платье на какое-нибудь мероприятие, приходите к Насте, берете платье. Машечка, любых размеров есть. В артисте ты рассказывал про трусы за две тысячи рублей. Да. Сколько стоят трусы, которые на тебе сейчас? Опа. Блин, такой, стой, на мне, на мне эти, Кельвин Кляйн, но садовода, помнишь, ты мне покупал? Десяти рублей одна штука. Да, вот, пожалуйста, Кельвин Кляйн садовода. У меня их, кстати, прям до сих пор штук семь. Таша, блин! Блин, козел! Че там такое? Чем украл кошелок. Он обижает Масю мою, он кусял ее. Ты же только в прошлом году получил загранники, до этого никуда не ездил, как ты сам говорил. Вообще до этого я никогда не был за границей, потому что мы с родителями ездили в отпуск раз в два года, а то и раз в три года из одной нашей деревни в деревню Ростовской области и деревню Нижегородской области. То есть я по факту городов-то и вообще не видел, то есть я приехал в Ростовскую область, там деревня коровы, в Нижегородской области, там магазин вокруг три дома, вот и домой. Ну и куда сейчас летите? Сейчас мы летим на Шри-Ланку, серфинг, все дела, поэтому, если хотите, приезжайте на серфинг. Возьмем и приедем. Давай. Короче, мне нужна помощь, я вызываю специалиста. Хватит вызывать меня. Я ненастоящий. Чем помочь? Торт. Торт? Юбилейный. Именно. Легко. Пусть все свершится. Красиво сделано. Давай, давай. И финальный штрих. Как финальный-то? А свечки где? Свечки? 55, как положено. Да почему 55? Это ж юбилей. 60 должно быть. Еще есть пятерочка. Алло. Алло, Колян? Вась, здорово. Ну я, похоже, не успеваю к тебе на ДР приехать. Усердно работаю. Точно работаешь? Точно работаю. А я тут такой торт приготовил, ты бы видел. Не торт, а произведение искусства. Ну тогда отправь мне его Яндекс Гоу. Мать, работай усердней. Стой! Он должен знать, что упустил. Теперь в Яндекс Гоу ты можешь не просто отправить посылку другу, но и сфотографировать и написать приятные сообщения. Ну зато Маник сделал. Приезжай ко мне в Челябинск, в Кострому или в Архангельск. Приезжай ко мне в Анапу, приезжай ко мне в Ростов. Я куплю тебе билеты, даже если ты в Застов. Самолетом, пароходом, метолетом, везде ходим. На машине, поездами или на собаках саня. Приезжай ко мне в Челябинск. Для меня это всегда казалось таким… Заграница – это излишек, которые богатые люди себе могут позволить. Мне реально… Мне когда люди говорили, мы были там-то, мы были в Испании, мы были в Египте. Я думал, господи, чего? Куда это вы поехали вообще? То есть в прошлом году ты впервые почувствовал, что ты богатый человек? Ну… Если угодно. Ну, богатый. Больше богатой душой теперь. В плане… смелее стал в этом плане. Ты же как-то этот… Финансово… Зажим преодолел. Да, да, да. Ну, прежде всего, не только финансово, но и внутренне, что можно тратиться, ездить в отпуск. И ездить в отпуск, допустим, два раза в год – это вообще не суперпреступление. Ты вообще охренел, когда первый раз попал за границу? Ну, я же долго не путешествовал, считай, сколько… 26 лет я первый раз поехал, получается. И для меня… Ну, я же в аэропортах был. И я, когда видел стойки регистрации и погранконтроль заграничный, мне всегда казалось, что это вообще не для меня… Ну, это как-то меня стороной. И вот я помню, что мы вот стоим в аэропорту, и вот этот погранконтроль… И мне отдают паспорт, говорят, проходите. Я вот даже боялся… Я думал, что сейчас вот он посмотрит мой паспорт, такой, нет, вам нельзя, вы не поедете. Вы слишком русские. Да-да, вы такие, почему? И такой, все, нельзя, ты плохо себя вел, уходи. Я вот прошел, и этот… Ну, мы прилетели в Африку, и там… Ну, это же остров Занзибар. И… Ну, там, конечно, это такая заграница не европейского, в плане, что я такой, вау, но там все равно было прикольно, потому что, ну, английский опять же… А у тебя little bit English? Вообще, little bit. Как у меня. У меня прям такой little bit, что прям… Обалдеете, какой little bit. Я вот еще в Турции был летом, то есть… Я еще пытаюсь как-то учить, а вот меня удивляют люди, которые просто вообще… Ну, то есть они на каком-то генетическом уровне отталкивают… Вот он прям ходит две недели в этот, в столовую, ходит вот это, где вот, all-inclusion в столовую, и вот, ну, отойди ты вот на две минуты, просто загугли два слова. Тебе надо-то два слова? Вот, типа, вот это – два. Нет, он будет стоять, и вот ему прям… Вот это… Нет, бля, вот это – два. Два надо мне, блядь, два. Селот, блядь, загугли. Ну, это же недолго. Еще потом будет ругаться, что они долбоебы. Давай, на сколько увеличились твои заработки после появления у Дудя? В сто раз! Автомобиль! Да. Юра подарил мне путевку в жизнь. Я просто проснулся, открываю, а у меня там вот такая колбаса из отметок уже, пропущенные какие-то, там, от каких-то людей, все поздравляют. А ты, ну, типа, поздравляю тебя, там, ну, и ты такой, спасибо. Я, как бы… Я вообще, на самом деле, тот день, вот, когда я вышел Дудя, я вообще, в основном, провел дома. Потому что у меня… Когда… Когда ко мне повышенное внимание, у меня повышается тревожность. И мне нужно отсидеть. Когда, там, на канале, там, стендап-клуба, когда первый мой концерт вышел, я тоже сидел дома. Потому что… Ну, то есть, мне нужно пересидеть. Корпораты выросли? Выросли. Более активно начали заказывать рекламу на Ютубе. Я вот научился снимать, типа, вот эти рекламы на Ютубе. Мне нравятся. Вот я выступал у одного парня, айтишника. У него загородный дом. Там сидело 15 человек. Мне надо было выступать 40 минут. Я, если честно, был готов ко всему. Ну, вот просто интеллигентнейшая публика. Они сели, все 40 минут слушали, смеялись. Не перебивали и так далее. Были случаи, когда перебивали. Но это вот один чувак перебивает. И я же вижу, что, допустим, сидит компания. И вот он что-то орёт. И ему уже все его друзья говорят, блядь, Слава, завали ебальник. Ну, ты что-то ведёшься как свиня. Я же не буду там ради него, типа, такой, всё, пока. Ну, я, скорее всего… Я смотрю, как люди к нему относятся. И я могу сам уже этому Славе сказать, типа, что-нибудь такое дерзкое. Знаешь? Но обычно я стараюсь никогда… Слава, ты не гной! Вот недавно тоже выступал на корпоративе, где никто не слушал. Ну, я обычно говорю, ребят, это же… Ну, то есть, вы же понимаете, в какой мы ситуации? Мне уже заплатили. Всё зависит от вас. Либо мы поедем быстро и весело, либо мы поедем на месте, вот будем стоять, топтаться и друг друга слушать. Обычно, знаешь что? Вот обычно в корпоративах есть просто какая-то определенная группа людей, которая всем мешает. Вот. Остальные все люди зачастую адекватные. Корпоративные хеклеры? Ну, можно и так сказать, да. Ну, алкоголь всему виной. То есть, знаешь, есть люди, которые ждут корпоратив каждый год, который вот каждый год… У него ещё такой фаст-режим, потому что у него там жена, возможно, дома, и он прям вот так вот со старта бам-бам-бам и всё. Там ещё, блядь, салаты не принесли, он уже такой… А синдром самозванца в профессии… Так. Он есть у тебя? Это у меня про… про это у меня следующий концерт. Так, у меня синдром самозванца не только в профессии, у меня синдром самозванца в целом в жизни. В жизнь? Да. Это как? Это когда ты ощущаешь себя просто человеком везения, что всё, что у тебя есть – это только повезло, и завтра этого не будет. Это не повторится, это не системно, ты не сможешь это повторить. У тебя там что-то появилось, значит, тебе нужно это поглубже спрятать и хранить, потому что больше этого не будет. Не будет чего? Да чего угодно, благ, концертов, шуток, которых ты написал. То есть сегодня ты написал шуток и такой, блин, круто, вот как повезло. Больше я так не повторю. А когда он появился у тебя? Да он всю жизнь у меня, плюс-минус. Всю жизнь. История триумфального возвращения с Дудём. Yes. Я говорю, это Серёга, это тоже Серёга, а это Юра. Юра, ты это знаешь? И он такой, да, знаю. Серёга, ты чё приехал-то вообще? А он не обиделся, что ты рассказал её? Нет, не обиделся. Он же скрытный человек. Он сказал, что это вторая сториз вообще в его жизни была. Он просто так выложил там какую-то часть небольшую, 15-секундную, записи с экрана, вроде как сделал и выложил. Написал, ну, артист. А вы не обсуждали, что ты будешь опубликовать? Мы не обсуждали, потому что я приблизительно понимал, что он скажет. Ну, не надо, наверное, Серёг, как бы. Но я знал, то есть я бы его не переубедил, что там ничего в этом нет такого. Юра, прости, если я что-то раскрыл. Ура, изменения на камеру. Но весело же получилось. Весело. У тебя был Дудь, у тебя был Урган, у тебя было ЧБД, у тебя был сольный концерт, который хорошо встретили зрители на Ютубе. А что дальше? Этот год был неким привлечением внимания к моей персоне и к моему каналу. А сейчас у меня ещё больше работы. У меня впереди ещё в этом году большой тур, самый большой, который у меня был. То есть у меня был в прошлом году большой, это был самый большой, а в этом году ещё больше. Буду почти везде, прям возьми любой город, где есть электричество, почти везде буду. Турить по-прежнему прикольно? Это особый вид медитации, тур. Самое тяжёлое в туре — это первые полторы недели, я думаю. У тебя три разъезда, три самолёта, ты дал три концерта, а впереди ещё просто целая куча. Самое тяжёлое, что в туре для меня — это разлука семьёй. У меня, помню, отец уезжал дальнобойщиком на месяц, на два, несколько раз в год, и всё в порядке. А для меня прям тяжело, я прям тоскую сильно. Моя собака, кошка, жена, дочка — я прям вообще сильно тоскую. Я прям лежу где-нибудь в ЛНУДе в гостинице и могу просто грустить. Знаешь, закрою шторы и грущу, потому что… Ну, я понимаю, что это всё, это контролируемо, нет такого, что я прям рыдаю там, но контролируемо грущу. Слушай, а как в туре без секса? Как? Как и в армии без секса, как и в других местах, где нет секса, да. Крепкая рука? Конечно, конечно. Поплакать не дала. Кто? Народная мудра. Велосипед не придумываем, всё по старинке. Фотография. Ага, да. Кто происходит на этом концерте? Это Киев, это после концерта. В Киеве есть небольшой стендап-клуб, называется Comedy Room. Это маленькая комната в баре. Маленькая-маленькая комната. И мы туда приехали, я, Гарик Аганесян и Богдан Лисевский, Дарьяна. Там сначала был конкурс, Гарик устроил на самую худшую шутку в мире, а потом началась дискотека. Мы там вообще за рок-н-роллили сильно. Мне потом рассказывали, что я голую жопу Гарику показывал на улице. Вообще обожаю Украину, и ребята, которые там просто эмоционально готовы. Они такие эмоционально горячие, в общем. И это прям чувствуешь, потому что в некоторых регионах России всё-таки, допустим, особенно северные. Северные люди очень скрытые. Они вот так эмоции не проявляют так ярко. Но они зато проявляют эмоции по-другому. Это когда ты напротив сидишь, и он тебе вот так в глаза смотрит, вот так. Смотрит насквозь. И он, может, даже ничего не говорит. Ты такой, я всё понял. И он там такой, вкусно тебе? Кушай, кушай. А я уж как-нибудь потом. И ты такой, сколько за этим вообще стоит. А ты такой же? Я люблю, в общем, там потанцевать, что-то такое. Но в большом преимуществе я больше такой, знаешь. Посидеть вот так, что-то там вот так вот в глаза посмотреть. Люблю, люблю уважать людей. Уважать? Да, да. Как-то странно бы не звучало. Я прям люблю уважать людей. Если человек вызывает у меня уважение какое-то, я прям люблю испытывать это чувство. Это морзан. Господи, так стыдно. Фотография. Да. Расскажи про эту встречу. Ну, вообще Галусян написал просто в инстаграме. Я удивился, конечно. И мы потом переписывались директ, я говорю, у меня концерт, приходи. И он пришел со своим другом. Многие мои друзья, мои корешки, многие, не дошли. А Галусян дошел. Мне Галусян подарил подарок. Ящик водки. У него есть там своя водка, которую он делает. For friends and for family. Это называется понять и простить. Галусян, для тебя важный комик? Сказать, что он сформировал там какое-то мое видение комедии, не сказать. Но сказать то, что я его смотрел вместе с отцом и пересматривал. Там Гадю Петрович хреново, потом кто рукнул в отсеке. Вот это было у них. То есть я смотрел. И вообще, когда он появлялся в КВН, мы с отцом вообще смотрели КВН. Так, чуваки, у нас сейчас тут будет перформанс, друзья. Очень прикольно для кадра, что мы снимаем и здесь важна тишина, но у них каждый шаг это как раз таки шум. Вон она идет. Индийская свадьба, она начинается только. Ты говорил, что у тебя идеальный уровень узнаваемости. Ну, мне комфортно везде. Хочу идти в кино – иду в кино. Хочу идти в торговый центр – иду в торговый центр. То есть я же, допустим, видел, как Юра ходит, допустим, Дудь. Наверное, он закутывает это снова до головы. Ну, он вообще пытается вообще, ему бы мантию-невидимку, он был бы счастлив. Да чего далеко ходить-то? Вон мои товарищи, это Рустан Ретилоид. Ему тоже тяжело, ему приходится… Это не потому, что он типа звезда, а потому что, ну, просто не дают гулять. Мы еще все, как бы, обычные же пацаны и… Ну, я не знаю, вот в моем окражении, что там ребята из ЧБД или там вот суперзвезды же. Но я не видел, чтобы кто-то из них хоть раз такой – иди отсюда! Нет! Опять? Опять? Ну, тогда снимай. Нет чувства, что сейчас нужно выходить и проводить конкурсы? Типа такой флешбек в прошлом. Нет, нет. Мне недавно предлагали провести корпоратив новогодний, там тысяч за 700, по-моему, или за 800. Я сначала поерзал на жопе, а потом подумал, не, я от этого убежал, зачем мне обратно туда? А ты прям бежал от этого? Да, я вообще, я последние какие-то свадьбы и корпоративы провел просто на последнем издыхании. Это сама вот атмосфера свадеб, весь этот запах, знаешь, запах свадебный, банкетный. Это салаты вперемешку с духами женскими и лаком для волос. И вот эта вся неловкость, потому что людям неловко на свадьбах на самом-то деле. Вот первые там полтора часа людям на свадьбах неловко. Я когда свадьбу вел, короче, очень странная свадьба, в общем, была девушка, у нее было двое детей, она была старше парня, ну так порядка десяти-тринадцати лет. И она такая крупная была, а пацан, он прям такой, знаешь, вот у него кепка была, он зашел в зал с улицы в кепке вот этой, с мехом, понял, да? И вот ему говорят, сними кепку, он такой, да нахуй надо? Ну и он сидел в кепке, и вот потом он ее снял, он, короче, лысый, начал танцевать, вот так разорвал рубашку, и потом пол свадьбы сидел без рубашки. И вот там в какой-то момент они, вот эти кореша, которые, типа, все ебать, блядь, они такие, все, воруем, они эту невесту воруют, они ее пытаются поднять, она тяжелая, блядь, они пьяные, они ее тащат, она как-то валится, все это, параллельно другой снимает у нее туфлю, она в этой туфле, ну, целый день, и я прям смотрю, туфля, ну, блядь. Не первой свежести. Да, и они туда полную наливают шампанского, он опрокидывает это шампанское, просто это был финальный панч, вот так вот по голове, бамс, он вот так падает, они говорят, иди ищи, иди ищи, и в итоге он такой, я где ее нахуй тут найду? Они вот так вот его бьют по щекам, в итоге они забили, и ее сами привели, и она уже такая, типа, Коля, вот она я, он такой, о, блядь, а у него до этого, я напоминаю, рубашка разорвана, блядь, и он вот так вот сидит в пиджаке, в этой белой рубашке, вот так вот, голый торс такой, о, блядь, и самое ужасное в этой картине, что вокруг всего бегают дети ее, которые мама, 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 и вот это весь ужас, и я такой, поздравляю молодых! Ты кричал, горько, горько! Тогда я уже ничего не кричал, тогда я в ужасе просто был, что, извините, там просто был диджей еще, у меня закончилось время, а у диджея еще там полтора часа их дискотеки, и это вот был единственный раз, когда мне диджей говорил, пожалуйста, не уезжай. Чему у нас звучит эта история, женитесь на пышных девушках, их сложнее украсть. Какая свадьба у тебя была? У меня не было свадьбы, у меня, мы расписались, 14 февраля, кстати. Поехали в ресторан, там посидели с Настиными родителями, мои, к сожалению, не приехали. Просто вот так скромно, потому что ты ненавидел обычные свадьбы? Не, у нас не было денег. Я думаю, что Настя бы захотела нормальную свадьбу, как полагается, но у нас не было вообще денег, вообще. То есть мы там, это было время, когда мы вот кольца вот эти искали, ходили по разным точкам, где скидка побольше. А вы же прям переживали в Якутске тяжелые времена, голодные, да? Короче, вот как было, смотри. Я получал зарплату в двух местах, в совокупности получалось 55 тысяч, по-моему, да? Из них 25 мы платили за квартиру, да? И 15 мы ездили на оптовку. Мы ездили на оптовую базу. Ага, под еду. Вишлист. У нас там была картошка, свинина там, как это, курица, пельмени, вареники, кетчуп там какой-то, что-то еще. И вот нам хватало прям в аккурат на месяц этих продуктов, прям в аккурат хватало. Вот мы готовили постоянно. Тысячу рублей в неделю на потусить где-нибудь. В Якутске свободных денег почти не было, чтобы типа что-то купить. Мы когда только переезжать захотели, мы тогда начали сильно откладывать, перестали снимать квартиру и переехали к Насте в комнату, к ее родителям. И жили у нее в детской комнате год. А когда он тебе озвучил идею с Москвой, что вот со стендапом буду деньги зарабатывать в Москве, ты серьезно сразу отнеслась к его намерениям? Ну, вообще, да. Сережа очень амбициозен, поэтому сразу все, конечно, поехали, давай копить. Я, короче, побывал очередной раз в Москве, выступил здесь в Москве. Надо было ехать обратно, я что-то там выпил чего-то там перед самолетом и ехал в аэроэкспрессе. Ехал, слушал Басту со скриптонитом «Миллионера стручок». Я прям ее слушал, ехал и позвонил Насте, говорю, все, едем миллионы зарабатывать. А ты как отреагировала? Ну, положительно. Я давно сама хотела в Москву переехать, поэтому сразу же зарядилась. Когда ты переехал в Москву, ты чувствовал себя здесь не своим? В Москве? Нет, наоборот. Наоборот, в Москве я первый раз почувствовал, что я дома. Как будто бы в Якутии я не ощущал себя дома по-настоящему. Всегда оказался там немного не к месту, мне казалось, что я там немного не на своем месте. Что значит, когда ты живешь в каком-то месте? Условно, когда с тобой здороваются продавцы в маленьком продуктовом и овощном, это значит, ты там живешь. Как только я это ощутил, когда я понял, что я каждый день просыпаюсь, иду в магазин, здороваюсь с продавцом, потом сажусь на метро и еду по каким-то делам, я понял, что все, я дома, и мне этот дом нравится, и все в порядке. Молодой миллионер из Москвы, слева от нас. Смотри татуировка какая у него. Мне не нравится. А это я и моя жена, и мы просто пока куда не приедем, ничего не попробуем, нам все не нравится. Сёрфинг хоть нравится? Сёрфинг? Ты сейчас увидишь. А можешь потом смонтировать на хромакете, я весь такой качу красивый, под песню из криминального чести, вот так. Тун-турун-турун-турун-турун-турун-турун-турун-турун. Дают Нобелевскую премию сёрферам, считаю, что я заслужил. Я тебе так скажу, главное почувствовать океан, прислушаться. Знаешь, чувствую, будто забаксовал. Мне достаточно. Я в сёрфинге готов остановиться вот на этом уровне. Ты тренер в сёрфинге? Да, в сёрфинге. Я работаю здесь в отеле. Погибнут на сёрфинге? Сёрфинг здесь. Смерть бывает? Да. Да. Нравильно. Сколько за сезон? Да. Три-четыре месяца. Три-четыре месяца. Три-четыре месяца? Да. Серьёзно? Обалдеть. А как ты так выучил русский? Ты учил, ходил или просто жил там и выучил? Да? Всегда я говорю много человек русским, русским, русским. Когда я говорю «hello, friend», он говорит только по-русски вот так. Круто. Я смотрю на телефон, я видел, видел, видел. Сейчас нормально, да? В сравнении с моим шеволкистским, так вообще космос. У моих людей, которые живут в России всю жизнь, не такой русский, как у тебя. Я был в Беларуси, Минск, Армения, Румыния, Казахстан, Украина, Киев. Ты там везде был? Да, у меня есть много человек там. Я очень люблю русского человека. Когда первый раз я был там, он может много помогать мне. Спасибо большое. Как тебя зовут? Суду. Суду, Суду. Суду. Мы тебя покажем русском ютубе. Когда приедешь, будешь попросить. Вы это вставите? Тебе не горячо? Нет, солнышко меня любит. У Дудя в выпуске была короткометражка, снятая вами. Слышь, пацан, вали отсюда. Это главарь этой шайки. Он не любит, когда ему бабки торчат. Там было у тебя прозвище «Пес». Это мы придумали просто ради фильма «Пес». Ну, типа, отрицательный персонаж должен быть с каким-то таким погонялом. Мы даже уже тогда понимали, что не хотели делать там ничего, типа разрушитель. Что-то такое. И решили дать ему такую дворовую кличку, но чтобы она такая была приземленная. Ну вот почему-то «Пес». А как тебя называли обычно? Орлик. Орлик? Да. У меня отца так называли. Ну это понятно по фамилии. Да, да, да. Не трюкач. Нет, это я уже сам придумал. Даже не я придумал, а мой кореш-рэпер придумал, который уже помер. А что помер? В тюрьме туберкулез подхватил. Да. А за что сел? Разбой. Жесткая, конечно, среда была там у вас. Настоящий гэнгстер. Ты же при этом тоже состоял на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Угу. А как ты туда попал? Ну нас всех туда отправляли, которые такие шебутные. Ну там, что там, мы там поздно гуляли, пили пиво в подъездах. Я там был таким язвительным достаточно по отношению к учителям. То есть со многим там был не согласен и спорил с ними. Меня часто вызывали из этого там к директору. Ну и вот такие мелкие правонарушения. Типа там пиво, дискотеки взрослые посещал. То есть разбоем не занимался? Нет, нет, никогда мы не занимались. Ну мы там что-то бывали, дрались как бы. На дискотеках? На дискотеках, да, с какими-то там чуваками. У нас там у меня был кореш, который был такой достаточно талантливый в боксе. Мы с ним боксом занимались. И вот он вообще там мог рубить пацанов по 20-25 лет. Он съездил на соревнования юношеское. Ему подарили вот эту форму «Боско Спорт». И он в ней ходил весь в красном полностью, как пожарная машина. Одиннадцатиклассник. Там такой килограмм, наверное, 90, может быть, 100 он весил. И прям рубил там чуваков. А мы так сзади, как эти помогайки. Мы занимались самыми обычными вещами, которыми занимаются там дети в десятом классе. Мы там пили пиво и просто поздно гуляли. А так мы, типа, были ребята, которые в итоге-то и сели. Вот они как раз любили пойти, какую-нибудь шапку с кого-нибудь снять там норковую, чего-то в хату залезть, знаешь. У нас бывали ограбления, где люди просто взламывали квартиру и из холодильника все выносили. Ну, типа, ну, глупые такие вещи. И в итоге садились в тюрьму. Ну, вот чувак, который, вот рэпер, который погиб, он тоже, к сожалению, сел-то в тюрьму. Там буквально рублей за 700 там, что-то типа, какой-то кошелек там в 700 рублей. И что-то типа, и может там какой-то, я не знаю, плеер. Меня звали однажды какой-то ларек типа. Ларек, да. С продуктами. Но я уже тогда такой, чего? Какой ларек? Ну, нет. Никогда. Ну, я уже тогда понял, какой ларек. То есть мне уже тогда это казалось таким странным. Типа, мы сейчас грабанем ларек, а что мы оттуда унесем? Шоколад, макароны, тушенку. И будем просто пировать. Я пока жил в депутатском, я на самом деле не чувствовал себя там закованным в какие-то объятия скуки. Потому что там реально вот это как раз, ну вот этот период до 17 лет, когда ты вот, когда-то хватало вообще эмоций, хватало сильно. То есть я там и влюблялся, и меня бросали, и разбивали сердце, и дискотеки, и драки, и переживания. Вписки у нас были такие. У нас, кстати, были только вписки, только мы не называли это типа вписками. У нас, ну, то есть мы просто собирались на хату, на хате, мы собирались на хате. Я когда переехал в Якутск и встретил своих там ровесников 17 лет, они там же все с родителями жили, там мало кто уезжает куда. И они спросили, а ты с кем живешь? Я говорю, я говорю с другом. Они говорят, о, а вы это сам, только с другом? Я говорю, да. Они говорят, вы хату устраиваете? И я вообще не понимаю, что он говорит, и мне вот показалось, что хату устраиваете, что он имел в виду обустраиваете. И я такой, ну, только заехали, говорю, обустраиваемся по чуть-чуть. И он такой, блин, если бы у меня была хата, я бы каждый день хату устраивал. И я такой, думаю, нихуя какой он домовитый вообще, а, чувак, каждый день хотел бы хату свою обжевать. Он имел в виду вечеринки, да, тусовки? Да, да, он имел вечеринки, а я вообще даже не помню. Я когда в Якутск переехал в 17 лет, мы, короче, познакомились с местными ребятами, рэперами там, танцорами и так далее. И, короче, я заметил, что у них есть прикол, что они берут это, пьют пиво и нажираются, и ведут себя прям, знаешь, типа, как вот что-то блеют, валяются, падают. А у нас как будто это считалось вообще не круто. То есть у нас считалось круто это пить и не опьянеть. Они напились и валяются, эти девочки какие-то плачут, знаешь, там, вот это. Вот знаете этот прикол такой провинциальной пьянки пиздюков? Это когда ты это самое, когда какая-нибудь девчонка напивается сильно, что-то в нее грустинка попало, и она с этой вечеринки куда-то просто вот в тьму тундры, вот так у нас просто в тьму тундры убегает, и вся компашка бежит ее искать потом в этой тундре. Ты помнишь, как первый раз набухался в говно? Кажется, помню. Как? Ну, мы напились в подъезде, ничего удивительного, просто взяли этот полтора литровый джентоник вот этот вот апельсиновый, блин, ядовитый, вот этот вот виноградный. Напились в подъезде, и что-то я просто там попадал, поблевал. Не спалили тебя? Не, меня первый раз не спалили, меня спалили уже когда я был, наверное, в классе девятом. Просто пришел домой пьяный, а там сидел еще батя с дневником, где было что-то не то, и я прям джекпот словил. И батя первый раз мне тогда такой бамс по печени, по-моему, или просто так по пузу. Ну, в смысле, прям сильно или... Не, если бы он мне сильно ударил, я бы выплюнул печень. Ну так, приложился так, чтобы я почувствовал. Я просто больше напугался и такой, о, черт, о, черт. Ну и что-то там мать вышла из ванны, помню, она там уже готовилась ко сну. И он такой, посмотри на него! А он все такой, что? Она такая, что такое? А вот он говорит, да вот она пьяная с ней лежит. И я там, бля-бля! И они такие там что-то... И все, и там наказали меня. Как в свое время твои родители приняли, что ты стендап-комик? А они никогда не отрицали это явление. Я помню, мой отец, он приезжал смотреть на мои выступления. Был одно моё выступление в Якутске, в Кальянной, на десять человек. И там была тотальная тишина. Он говорил, это плохо, много мата, пошло и так далее. Ты соглашался? Да, я с ним соглашался. Ну то есть я понимал, что да, выступление плохое, вот так, да. Ну и все равно, как бы я такой, ну так получилось. Это вот мне повезло. Этот скит концерту артист, где взрослые люди сидят и, скажем так, осуждают. Наколки. Что это такое? Зачем ты их сделал? Мне это совсем не нравится. Кудахчат. Кудахчат, да. Что, как тебе жить, если он это так? Ага. Он, это не про родителей. Да я понимал, что многие люди скажут, что это родители, но это скорее не про родителей, это скорее про человека, который вырос и у него в голове вот вместе с родителями, учителями, с тетями, дядями, знакомыми, старшими, товарищами сформировалось две вот такие вот сущности. Это вот собирательные образы этих людей. Там чуть-чуть от мамы, чуть-чуть от тети, чуть-чуть от соседки. И про то, что некий скепсис по отношению к молодому поколению, он вызывает неуверенность и такой же скепсис по отношению к себе в дальнейшем у человека. А к тебе такой скепсис был? Был. Я в детстве был таким ребенком ни туда, ни сюда. То есть там были дети, которые там занимали первые места по плаванию, в олимпиадах участвовали по математике. У меня не было никаких особых достижений, особых талантов у меня тоже никогда не было. То есть я вот был просто вот такой, какой есть. Ну и вот было вот такое по отношению ко мне некое такое давление, касаемо типа вот, чем ты занимаешься и так далее. Я же поэтому отчасти, скорее всего, и когда-то ушел в баптистскую церковь, потому что повстречал там людей, которые впервые в жизни наверняка со мной заговорили и заговорили с позиции равного. Когда ты ищешь хоть какие-либо ответы, а ответов нету, а они дают эти ответы. То есть они говорят, вот Бог есть любовь и плюс-минус начинают тебе рассказывать о том, что вообще такое любовь. И я был в тотальном шоке, потому что какое-то проявление чувств или откровенные разговоры о каких-то эмоциях никогда не проходили у меня в жизни вот под таким углом. Они проходили всегда с каким-то надрывом. И чаще всего это был негативный надрыв такой. То есть это ссоры какие-то, склоки. Поэтому я когда-то заинтересовался религией. И нисколько не жалею, кстати. Ты понимаешь, какой-то был резонанс? Я, получается, ходил, то есть я был с пацанами, курил в подъезде, а тут я прихожу к пацанам и говорю про Иисуса. И говорю, что я не курю и материться не надо и вам тоже. И вам тоже как бы неплохо бы покаяться. Понимаешь? То есть сказать, подойти к пацанам, подросткам в депутатском и сказать, не материтесь. Это сродни вообще самоубийству. Как они на это реагируют? Ну ты что, меня там стебали вообще жестко. Светоша, там все, там говоришь, я сектанта, пальцами показывать и так далее. Ты переживал из-за этого? Ну не, я тогда был уверен, что я на моей стороне. Это правда и ничего, кроме этого. Когда я работал в клубе, там, в 18 лет, в 19 лет, мне, конечно, попервой очень нравилось вообще быть вот в центре движухи, вот этой в клубе. То есть я в клубе, на сцене с микрофоном. Фантазировал я у себя это в голове, действительно, как какая-то, просто какой-то этот, как это, как Ибица какая-то, знаешь. В центре движухи. Да, в центре. А Ибица это не было, да? Конечно, нет. Это был локальный, региональный ночной клуб. У нас был охранник, который плохо говорил по-русски. Я сижу в кабинете, и он заходит и говорит, там машина приехала. Я говорю, ну, приехала и приехала. Он говорит, нет, надо пойти. Я говорю, зачем? Он говорит, машина приехала на крыльце. Я думаю, блядь, да чего он хочет? Я просто сотрю, а какие-то чуваки, не знаю, пьяные или по чем-то, просто въехали на машине на ресепшн. И слава богу, никто не пострадал. Мы потом смотрели по камерам, что водитель прям вот так вот резко засыпает. И он прям, а там такие ступеньки небольшие, он по ступенькам и прям в ресепшн заезжает. Они просто выскочили из машин, эй, из машины выскочили и убежали и оставили вот так тачку. Ваше совместное фото с Мотом, исполнителем из Блэкстара. Бля, вот так вот домотали, да, до Инстаграма. Он приехал в клуб выступать и в гримёрке я подошел, просто сфоткался. К вам в клуб? Нет, к нам в клуб никогда, это в другой клуб. К нам в клуб приезжали только стриптизёрши и стриптизёры. И однажды приезжали травести шоу. Ой, не травести, транс... Трансы тайские, да. Да, и как люди на них реагировали? Ну, там вообще прикольно было. Там даже интересно даже нисколько люди на них реагировали, потому что они вышли, что-то потанцевали и всем сказали, что это трансы и все такие ничоси. Вот как охранники на них реагировали, которые наши клубовские, которые охраняли, вот это, конечно, было и... Они как дети маленькие, ходили, хихикали. Эти там стоят в камуфляжных штанах, такие здоровые лбы, что-то хихикают. А она, знаешь, раз дверь в гримёрку откроет и просто с себя полотенце срывает, а у неё сиськи и члены. И она такая, и они прям как дети бежали от неё. И эти тайки смеялись. Да, и эти тайцы смеялись очень. Клуб, он был очень популярный. Он собирал в пятницу и в субботу, он мог собирать 800, а то и 1000 человек. И вот на протяжении пяти, наверное, лет или сколько, семи лет, что я там работал, меньше людей там стало только один раз, когда там убили чувака, там, как зарезали. Русского? Нет. Так они же, ну, они же не только с русскими дрожат. Дело не в том, кто русский или якут. Дело в том, какие люди. То есть пьяные люди дерутся, им всё равно кто. Когда тебе стало мирзковато? В клубе, где чиксы танцуют. До года через два, может быть, или три. Ну, два года я точно кайфовал. Они вот так пролетели. На самом деле, это самый такой период жизни, который мне вот больше всего не хочется вспоминать. Там столько вот грязи было, что, ну, что у меня бывает такое, что я перед сном это вспомню, и мне прям хочется встать почему-то, встать и куда-то пойти. Потому что тревога настолько меня до сих пор одолевает от того, что я вспоминаю, что до сих пор, потому что это не прикольно вообще. Всё это не прикольно. В моём представлении, знаешь, ты такой классический пацан, который добился успеха. Что для депутатского было добиться успеха? Что это значило фразой? Для депутатского, для Якутии. Я думаю, это купить какой-нибудь ландкрузер, хату, там, знаешь, и раз в год ездить в Таиланд, и там иметь какой-нибудь там небольшой бизнес, там, чем-то таким заниматься, и айфоны покупать каждый день. Ну, я не знаю, какой ещё может быть успех. Для меня никогда вот наличие финансовых благ, что не... Я не говорю, что для меня это там пятистепенно, да, там. Для меня наличие успеха всегда казалось... Это всё-таки удовлетворение каких-то творческих и личных амбиций. Для меня как бы, то есть, я просто знаю историю про людей, знаешь, которые столько денег украли в какой-то момент и в розыске там во многих странах. Там человек, допустим, мне про него рассказывали, что у него там, допустим, большое количество денег и всяких махинаций. Всё, что он сейчас может делать, это сидеть на каком-то Карибском острове в огромном особняке, который он купил, у него есть яхта, и он не может далеко на ней ездить. И вот он сидит во всей этой золотой своей истории, и всё, что он может делать, это вот, ну, звонить там куда-то, вот в Клабхаусе общаться, когда был популярный, я не знаю. А он не свободен, да, поэтому ты бы не смог. Свобода главная, ценность вообще человеческая. Задумывался о переезде? Может быть, в свете последних событий, которые происходят с комиками? И вот он не, кто-то, кто-то говорит, что он не знает. А, да, я не знаю, что это происходит. И, если не кантика, я не знаю, что он не может как-то делать, потому что он не может отдать, что он не хочет. собирать документы. Да, самое ужасное, скорее всего, что я там как-то что-то куда-то через кого-то с какими-то сумками. Очень обидно за кроссовки, конечно, придется половину оставить. Мозг рисует ужасные картины, но не хотелось бы бежать. Я вообще, я очень люблю вообще Москву, я очень люблю Россию в целом. Я думаю, что все в порядке будет. Я надеюсь, что будет все в порядке. Почему, как ты думаешь, комиками так заинтересовались в последний год? Больше привлечения внимания со стороны зрителей, соответственно, среди зрителей находятся люди, которые интересуются также и стороной идеологической. Все очевидно. Но в Деревне, даже если по пальцам пересчитать, какие-то самые громкие, самые хайповые конфликтные события случались именно с комиками. Потому что сейчас стендап на таком пике, наверняка, либо на волне, либо на пике. Если вот по щелчку пальца можно будет сделать, то все будут сильно увлечены толкинизмом, то и завтра ими заинтересуются, понимаешь? Ну, тут разницы нету вообще. То есть явление стало уже настолько массовым, что его не могут игнорировать. Ну да, явление стало массовым. Стендап — это не телепередача, стендап — это не проект на каком-то канале. Это такое развлечение для людей. Понимаешь? То есть если раньше люди ходили там в бар просто, то теперь люди могут прийти в бар на стендап. Если вот при условии сказать, что стендап уберут с телевидения, будет ли он существовать? Он будет существовать. Он будет существовать, даже если его убрать из интернета. Да, понятно, будет меньше охвата, меньше денег и так далее, но он будет. Сегодня, когда ты садишься писать шутки, ты думаешь о том, что так, тут я перестрахуюсь, чтобы не обиделись кто-то, а здесь я перестрахуюсь, чтобы, не дай бог, не сказать того, за что могут по закону предъявить. А вообще лучше покажу-ка я юристу свою новую программу, и пусть кого-то посмотрит и все подчистит. Я скорее после этого делаю. То есть я что-то написал, проверил, если это заходит, то потом я уже начинаю смотреть, типа, насколько это сейчас безопасно. Комики, правда, стали показывать юристам? Некоторые, да. Допустим, в передаче стендап на ТНТ всегда проходит контроль юристов. Это касаемо не только политики, это касаемо, допустим, упоминания брендов и так далее. Как ты думаешь, вот все эти события, они включат у комиков самоцензуру? Появился контекст. Как ты думаешь, будут люди реагировать на этот контекст? Конечно, будут. Даже инстинкт самосохранения. Если я сейчас начну бить тебе в лицо, хочешь не хочешь, твои руки сами будут подниматься, защищать свое лицо. Здесь как бы то же самое. У вас же реально были кейсы, когда людям приходилось скрываться по несколько месяцев, чтобы избежать проблем среди комиков, среди ребят из стендап-клуба? Да, 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 есть. Кому приходилось скрываться? Насколько ты был погружен в эти ситуации? Ну, я помогал ребятам. Чем мог. Кто просил помощи, я помогал. Ну, зачастую, какая может быть помощь? Финансовая только. Чем ты еще поможешь? Что ты можешь сделать? То есть, если не могут помочь даже высокопоставленные товарищи. Понимаешь, это хейт на основе религиозных или национальных почв, он буквально стихийный. То есть, это стихия, как волна вот на океане. И если ты не смог правильно под нее поднырнуть, она тебя будет вот так бить, бить и бить. Пока не успокоится. Любой хейт в итоге проходит. Самое главное все правильно сделать и вынурнуть, чтобы вторая не пошла. Блин, я просто пересерфил. Я серфер. Вот хотелось бы верить, что все это сойдет, что люди перестанут получать самореализацию от оскорбления, от угроз и желания наказать. А никто оттуда на тебя не выходил и не говорил тебе, Серега, надо вот так, так и так. Никто пока мне ничего оттуда ничего не говорил. Ну, было бы, кстати, здорово, если бы они правила озвучили. Игры. было бы хотя бы понимание, что происходит. Ты бы им следовал? Бог его знает. Может быть, следовал бы, а может быть, не стал и уехал бы. Не знаю. Тут же вопрос идет о том, в стране ты или не в стране. Если ты в стране, надо что-то делать. Надо как-то подстраиваться или что-то думать, как подстроиться правильно. Если ты не в стране, тогда уезжаешь и все, и проблемы с концом. Ты же увлеченно занимаешься джиу-джитсу. Ну, как увлеченно, это, конечно, громко ты сказал. У меня получается тренироваться, блин, дай бог, два раза в неделю. Это будет вообще победа. Я занимаюсь, хожу, я самый лох во всей планете. В группе? Я думаю, в планете. оценить технику технику удара. Вот мы сейчас тебе покажем. Оцени ее опасность и исполнение. Я считаю, что она прежде всего шокирует. В этом ее опасность. Стоит тебя в состоянии когда такой, блин, что он сейчас делает? Ух, ух, но это красавчик. Я думаю, это очень опасно. Это когда тебе вырывают кадык, вот так бросают собакам на съедение, это очень опасно. Еще также опасен, мне кажется, его форма. Форма, видите, какая синяя майка, желтые шорты. Это же вообще, это прям, это, красиво выглядит. хорты. Хочется какой-нибудь, о, погрузил ногу в живот Михаила Вахнеева только что. Техник, мне какой-нибудь бросок хочется посмотреть в исполнении. Ну как тебе, такая техника, как ты ее ценишь? Ну, отличная техника, когда ударить так в живот, больно будет. потрясающее. раньше все произошло, я же гормональные препараты употреблял, поэтому либидо выросло раньше. И каких-то комплексов у меня не было, я просто узнал об этом, такой, ну, надо лечиться, значит, будем лечиться. Жизнь изменилась? Да, ну как изменилась, ну да, я лучше себя чувствовать стал. Видишь, похудел. Сколько килограмм? Ну, вообще, максимум я скидывал, я был 65, а весил 84. В генетической провинции в первом концерте я весил 84 килограмма. И сейчас я вешу 68 килограмм. Всем привет, с вами фуд-блогер Сергей Орлов, и сегодня я со своими корешами иду пробовать фастфуд в Шри-Ланке. Особенно здесь вот интерес к KFC тем, что здесь его дают с рисом. Это называется сабмарин. С кучей майонеза, видимо, и байцами. Ну, давай попробуй. Ну, И как? Очень много хлеба, но по-прежнему очень вкусная булка. Но вот эта история с рисом даже потрясающая, посмотри. Просто обалдеть не встать. Посмотри, просто как это жирно выглядит, ну, как это выглядит просто смачно, когда ты вот так бах и все. Кусей, кусей. В этот день, парни, слона накормили, собак покормили, себя покормили. Даже не знаю, что из этих троих штук самое вкусное. Наверное, все-таки курица вот эта. Я думаю, что тысяча рублей за вот это все, это просто даром, я считаю. У меня сестра, моя родная сестра, младшая, она у меня повар по образованию. Хочу ее сюда, в Москву, позвать и вместе с ней попробовать открыть какую-нибудь маленькую закусочную. Нам мама в детстве делала, ну, это так называется, оно так не называется, но мама называет их грузинчики, я не знаю, почему. То есть, это рулет мясной, который режется на такие, как роллы, и готовится в разных соусах. Мы, короче, хотим попробовать вот такую штуку делать. А макарон-то будет? Макароны, я бы сильно хотел. Макароны, это то, без чего я не живу абсолютным образом никогда. Макароны просто люблю во всех проявлениях. Макароны, лапша, что угодно. Очень люблю. Макароны. Макароны. Мне кажется, еще в 2021 году ты понял, что тебе есть, что терять. Ну да, отчасти. Что ты имеешь в виду? Все равно же ты из артиста локального превратился в артиста массового. Именно в 2021 году. Да, получается так. И при этом мне кажется, что ты стал поп-артистом в каком-то степени. Да, ради бога. Ну, то есть ничего не вижу в этом плохого. Я никогда не был сторонником какого-то андеграунда или чего-то. То есть все зависит от того, как ты это называешь. Понимаешь, как ты это называешь, это твое дело. Я же все равно себе пока что не пиздел ни разу. То есть не врал себе ни разу. И в плане того, что я делаю. А пока я себе не вру, все отлично. Вот как только наступит момент, когда я буду понимать, допустим, в глубине души, на подсознательном даже уровне, что сейчас я что-то пишу не потому, что я это хочу написать, а потому, что так будет финансово выгодно, вот тогда будет плохо. А пока я себе не врал, хоть я поп, хоть электропанк, мне вообще все равно. Я рок-н-ролл. А что ты под этим подразумеваешь? Что значит выгодно писать? Ну, смотри, там, допустим, допустим, да, допустим, у меня, я пишу какой-то блог вирусный, допустим, про какого-то персонажа, типа Васи из Челябинска. Так, мне нравится. Ну вот, я пишу про тебя там шутки или там просто про персонажа Васи из Челябинска, и это все невероятно вирусится в ТикТоке и так далее. И я такой, опа, и начинаю вот делать про Васю из Челябинска сюжетные повороты. разные там и Васи из Челябинска тут, Васи из Челябинска там. Какой-то образ, который ты будешь эксплуатировать. Да, который я буду эксплуатировать, да. А потом у меня шутки закончатся, и я такой, да, вальну здесь Васю из Челябинска, все съедят. Вот это плохо, вот этого я не хочу. Мне кажется, что новый концерт, который я снял, он чуть-чуть будет отличаться от двух предыдущих, потому что он в другом темпе уже совершенно. Как бы, я постарался сделать чуть помедленней, чуть шире. Я вот тоже в поиске там. То есть все говорят, вот ты, теперь ты русский. Ну, хорошо, но сам-то я нахожусь в процессе. Типа, я вот пытаюсь понять, каким бы я хотел быть на сцене. Понятное дело, что сейчас это все яснее уже стало. Яснее, яснее. Я думаю, что еще лет пять, и я смогу точно уже сформироваться, как какой-нибудь деятель. Рубрика «Анекдот от стендапера». Почитал самолетский анекдот, что мужик вызвал сантехни... Э, не с тех, ремонтников в квартиру. Говорит, надо сделать ремонт. Все, они заходят, он уезжает, через две недели приезжает, заходит, ремонт сделан просто охуительно, ни к чему не придраться. Просто он ходит в шоке, блин, как круто все сделано. Заходит в туалет, а там туалет к потолку привинчен. И он такой, это что такое? Это почему так? Надо переделывать. И работник говорит, не, подожди. Так разбегается, от стены отталкивается, хватается рукой, руками за туалет и начинает срать и ссать в туалет. У него говно сыпется на спину, моча льется и вот так вот по голове. Он так спрыгивает, такой, да, надо переделывать. Какая вписка с главным сникер-хедом Москвы и области. И области. Без розыгрыша кроссовок. Комплименты. Вот эту вот прелесть разыгрываем. Ну, Nike Air Jordan Mid. Такой джинсово, нестандартной расцветки. На самом деле, я их в Москве на продаже не видел. С Киева мне их прислали. Что нужно сделать, чтобы выиграть вот эту прекрасную пару? Мы сегодня много говорили о том, как ведет себя человек, у которого в жизни появились деньги. И поэтому мы просим вас рассказать о самой импульсивной и, может быть, бесполезной покупке, которую вы совершали. Пишите ваши версии в комментариях под закрепленными комментами вообще и обязательно оставляйте ссылку на себя, чтобы мы смогли с вами связаться и отправить честно заработанный приз. Подписывайтесь на мой канал. И на наш. И обязательно ставьте колокольчик этому видео, там, лайк, пишите, хороший комментарий. А то что? А дизлайки все нельзя поставить. А, все нельзя поставить дизлайки. Поняли, да? И поэтому вообще это практика. О, Тосик! Все, Тосик. Это он. Возьми хулигана на колени. Это он, решает работать. Настя! Позови Тосика и закрой комнату у тебя. Тосик, иди к мамке. Его легко отвлечь. Какой важный, курица. Кто поворач obvious. КАНЕ. До встречи! Продолжение следует...